Всем-всем-всем привет! Сегодня пойдёт обзор новинки морской кальций с витамином D. И я долго готовилась к этому обзору, перечитала много информации, посмотрела вебинары, но я не смогу вам так донести, рассказать, как это делает врач. Когда я посмотрела этот прямой эфир, я поняла, что просто не вправе вам рассказывать, потому что я не смогу донести всю информацию до вас, что-то забуду, что-то я ещё не поняла, не осознала, не переварила. Да, я могу рассказывать о косметике, о макияже, о том, что я прошла какой-то опыт, но эту информацию я бы хотела, чтобы вы получили от врача. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! В компании «Арифлейм» появился новый продукт, о котором сегодня мне и хочется вам рассказать, потому что когда появился морской кальций с витамином D от компании «Арифлейм», это заставило меня посмотреть, почитать, поизучать данный продукт, найти клинические исследования, заглянуть, кстати, на сайт производителя «Аквамины». И я увидела, что это такой шикарный продукт, идеальный продукт, тем более антиэйдж-продукт, о котором мне хочется вам обязательно рассказать. Я нашла более 36 независимых исследований и медицинские статьи, медицинские в журналах. И настолько вот сейчас мне это переполняет, вот эта вот моя любовь к данному продукту, потому что, знаете, для меня он пришел вот как нельзя вовремя, потому что, ну, вы знаете, что особенно он показан для, как антиэйдж-продукт для девушек, которым за 50, а мне вот как раз 54 года исполнилось. И вот надо же, вот именно тогда, когда он больше всего был мне нужен, и многим, я думаю, из вас, потому что он нужен не только девушкам после 50, но практически всем людям, всем категориям, которые, людей, которые живут на планете Земля. Вот, и именно вот сейчас этот продукт появился, поэтому мне хочется о нем вам рассказать, показать исследования, и мне очень хочется надеяться, что сегодня вы узнаете что-то такое, о чем еще, возможно, не слышали и не знали. Ну что, начнем? Тогда сейчас я переключусь на слайды, чтобы вы все эти исследования, всю эту информацию могли видеть сами. А вы, пока я переключаюсь, садитесь поудобнее, занимайте хорошее место в кресле, лучше не отвлекаться на посторонние какие-то моменты. И давайте будем сейчас смотреть и слушать, слушать замечательную информацию, замечательное исследование о комплексе с морским кальцием и витамином D от компании Арифлейм. И давайте посмотрим немного взглядом врача. Кстати, это вам поможет аргументированно рассказывать о данном продукте всем категориям ваших клиентов, ну и в том числе медицинским работникам. Я уверена, что вам это тоже очень интересно. Ну и так, прежде чем все-таки начать, мне хочется задать вам такой вопрос. Смотрите, скажите, пожалуйста, часто ли вы замечали у себя утомляемость, бессонницу, упадок сил? Может быть, у вас встречались уже переломы, растяжения, буквально, можно сказать, на ровном месте, судороги по ночам, слабость, перебои в сердце. Замечали? Нервозность, колебания артериального давления. Ну, я думаю, что большинство из нас обязательно встречалось с подобными симптомами, но наверняка не догадывалось, что, возможно, вот эти симптомы тоже могут быть связаны с недостатком кальция. Вот, кальций, он очень, он такой, я бы сказала, архиважный элемент, который, как и белок, как и жиры, такой макроэлемент, который очень необходим в нашем организме, потому что он является структурным таким элементом, потому что он нужен для построения наших органов и тканей, да, для нашей костной системы. Вот, и вообще, если мне не изменяет память, он участвует примерно где-то в 126 процессах, которые постоянно идут в нашем организме. Так что, как вы видите, кальций нужен не только для здоровья костной системы, он вообще нужен для жизни нашей с вами. Это основа человеческого организма, основа наших костей, основа наших ногтей, наших зубов, волос, всех тканей. Причем еще добавка к всему, посмотрите, кальций нормализует кислотно-щелочной баланс в нашем организме. Он важен и для процессов роста, и для процесса отделения клеток, буквально всех видов наших тканей, наших органов и тканей. Он оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие, кстати, тоже. Он помогает свертываемости нашей крови. Тоже, как вы понимаете, это очень важно, потому что ранги у нас с вами встречаются. Он важен для мышечной системы, в том числе и для работы нашего сердца, потому что наше сердце – это тоже такой мышечный орган. Кальций участвует в приведении нервных импульсов. Он нормализует возбудимость нервных волокон. Поэтому он, соответственно, улучшает и психоэмоциональное состояние, и хорошо действует на наш сон. И, кстати, тоже очень интересно, что кальций даже необходим для процесса оплодотворения. Видите, как здорово, да? То есть функции его абсолютно огромные. И, конечно, это наш макроэлемент. И 99% кальция содержится у нас в человеческом организме именно в костной ткани. Ну а примерно 1% находится во внеклеточной жидкости и в мягких тканях. И почему он там находится? Потому что он участвует в регуляции важнейших физиологических процессов, которые ему составляют основу функциональной активности наших клеток с вами. И эти процессы обычно связаны с селективными такими кальциевыми каналами, такие универсальные компоненты наших мембранных клеток, через которые проходят полезные вещества в клетку и снаружи. Вот. И электрическая активность нервной ткани тоже определяется таким балансом между внутри и внеклеточным таким содержанием кальция. Так что кальций многогранен у нас, он необходим, и в том числе принимает участие в регуляции и даже секреции гормонов, и ферментов, и белков. Так что огромное-огромное количество возможностей у кальция в нашем организме. И, кстати, если вот так вот будет интересно, можно посчитать, сколько кальция в нашем организме. Хотите посчитать, узнать, что в каждом из вас находится кальция? Тоже это достаточно легко сделать, потому что его 2% от нашего веса. Вот. Поэтому можете посчитать. Если вы весите, например, 60 кг, да, умножаете на 2%, ну, сколько это получается? 1,2 грамма кальция находится в вашем организме. Вот. И при такой значимости, к сожалению, мы сами его производить в организме не можем. Ну, никак, да. Поэтому это очень важный элемент, незаменимый элемент. И нам приходится его обязательно употреблять с пищей. Он поступает в наш организм только с питанием. А, кстати, какие вы источники кальция знаете? Напишите, пожалуйста, в чате, какие источники кальция. Сейчас тоже включу вот здесь на своем телефоне чат. Вы знаете. Из нашего питания источники кальция. Это такая проверочка, насколько вы внимательно слушаете. И вообще не спите ли, друзья? Какие источники кальция вы знаете? То ли у меня не обновляется, то ли вы не отвечаете. Вот. Пошли ответы абсолютно хорошо. Молочные продукты, миндаль. Абсолютно верно. Да, и в первую очередь творог. В первую очередь вы называете именно молочные продукты. Действительно, молочные продукты богаты кальцием. Но, к сожалению, усваивается из них меньше половины. Знали вы об этом? Дело в том, что если вы хотите, чтобы усваивался кальций, то нужно пить парное молоко. А не кипяченое, не пастеризованное. Потому что при 50-60 градусах кальций уже, собственно говоря, переходит из такой биоактивной формы в неактивную при нагревании. И, соответственно, мы теряем большие половины кальция. И при употреблении молока кальция попадает, к сожалению, очень мало в результате. А если мы употребляем сами кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурты, творог, то часть кальция уходит на погашение кислотности самого продукта. И, опять же, для нашего пользы, для нашего организма кальция остается слишком мало. Вообще, потребность в кальции есть абсолютно во все возраста. И, конечно, как вы прекрасно понимаете, что особенно значим кальций именно в детстве. Почему? Да потому что от 0 до 25 лет у нас нарастает костная масса. Вы знаете, как детишки быстро и активно растут. Насколько они увеличиваются даже за год, я уж не говорю, за 5, 6, 10 лет. И вот до 25-30 даже лет, по некоторым данным, до 32 лет, у нас растет скелет. Именно поэтому так важно, чтобы кальций поступал в наш организм, чтобы обеспечить все потребности человеческого организма. Но с возрастом, к сожалению, кальций тоже необходим. Почему? Да потому что с возрастом начинает теряться кальций в нашем организме. И после 50 лет возникает большой дефицит этого элемента. Также этот дефицит возникает и у беременных, и у кормящих женщин, потому что часть кальция уходит на потребность ребенка. И вот перед вами сейчас диаграмма. Она отражает обеспеченность вообще макро- и микронутриентами женщин Западной Европы и России. Вот синенькая колоночка – это как раз Российская Федерация, а серенькая, вы видите, Западная Европа. И мы видим, вот здесь как раз пунктирной красной линией обведено, что с кальцием дела обстоят плохо и у нас в России, и у них в Западной Европе. Поэтому, как вы понимаете, все-таки нам надо обеспечивать кальцием наши организмы. И хочется сказать, что замечено врачами, что как раз именно малоподвижный образ жизни, неправильное питание, именно увлечение нашим населением жирной, углеводистой пищей ведет к метаболическому заболеванию скелета. Это метаболическое заболевание скелета, обратите внимание, которое называется остеопороз. И характеризуется оно, кстати, снижением прочности костей. И, соответственно, прочность костей снижается, начинается их перелом. Вот так вот это выглядит. Остеопороз, мы видим нормальную ткань. И вот с нарушенными такими трабекулами, с пустотами, это как раз ткань, вот здесь справа перед вами, это остеопороз. Вообще, опять же, статистика достаточно страшная, потому что каждую секунду в мире происходит перелом костей, вызванный остеопорозом. Каждые 7 минут в России отмечается несколько переломов позвоночника, тоже вызванных остеопорозом. Каждые 5 минут перелом шейки бедренной кости. И все это, как вы понимаете, ведет глубокую инвалидизацию населения. Так что это, в общем-то, задача такая, победить остеопороз. Это задача государственная, я бы сказала. Показатели смертности в течение одного года после перелома шейки бедра составляют до 40%. Это достаточно страшные цифры. И проблема остеопороза, конечно же, это социальная проблема государственного уровня. И наша с вами задача – помочь нашим окружающим быть более здоровыми. Так почему же развивается остеопороз? Давайте разберемся. Давайте вот посмотрим. Вот вы видите, здесь две такие клеточки. Видите, они какие симпатичные. Одна такая розовенькая, другая сиреневая. Но это не значит, что они не такого цвета. Но посмотрите. Это две клетки – остеобласты и остеокласты. Дело в том, что они похожи на таких асфальтоукладчиков. Вот вы видели наверняка, когда асфальт укладывают, снимают старый асфальт. И это остеокласты в нашем организме. И потом кладут новый асфальт. И вот в данном случае здесь, в нашей кости, это остеобласты. Эти две группы клеток, одни создают костную ткань, другую ее разрушают. И с возрастом как раз процессы разрушения начинают преобладать процессами созидания. То есть остеобластов становится мало, а остеокластов становится как бы больше. И в результате наша кость теряет плотность, и она становится хрупкой. К сожалению, самая частая причина стопороза – это малоподвижный образ жизни, неправильное питание, и в том числе гормональные изменения после 50 лет. И тоже достаточно страшные цифры есть в медицинской литературе. Написано, что потери костной массы за 5 лет после менопаузы составляют, представьте себе, до 1-3 потерь за всю жизнь женщины. И вот 5 лет после наступившей как раз этой паузы это идет просто катастрофическое снижение костной ткани, развитие остеопороза. Потом все эти процессы снижаются. Но вот эти вот 5 лет – это просто жутко разрушительное время для наших с вами костей. Так что обращайте на это внимание. И очень пагубно действует на всех людей, если они питаются неправильно, если они слишком часто увлекаются жирным и сладким. То есть с такими фастфудами. И, кстати, тоже, вы знаете, обратите внимание, вот есть такой факт. Если человек хочет сладкого, прямо есть у некоторых тяга к сладкому, то вполне возможно здесь в данном случае опять же имеется нехватка кальция в питании. Потому что кальций сам по себе, вот такой элемент, он сладкий на вкус. Вы пробовали, да, наши замечательные морской кальций и заметили тоже такой вкусненький. Вот кальций, он сладкий на вкус. И поэтому человек, когда ему не хватает кальция, у него появляется потребность сладкого. И он вместо того, чтобы употребить кальция, начинает употреблять сладкое. И таким образом попадает вообще в такой порочный круг, когда его костная ткань становится все хуже, хуже и хуже. Вот. Ну и в итоге риск перелома, конечно же, повышается. И причем повышается даже при небольших нагрузках или травмах. И достаточно все страшно. Вот перед вами, кстати, такая вот инфографика. И мы видим, что в России после 50 лет 80 женщин страдают от остеопороза. У мужчин тоже не все гладко. Вот мы видим, что причинами, такими признаками, сигналами опасности, то есть развития остеопороза, может быть, что? Даже уменьшение роста. Вы наверняка обращали внимание, что люди с возрастом начинают расти вниз, как говорится, да? Вот. И это связано вот как раз после 50 лет, если человек уменьшается в росте на 3-4 сантиметра, то это у него быстрее всего идет развитие остеопороза. Даже вот регулярные такие ноющие боли в спине тоже могут быть признаком остеопороза. Такие нарушения осанки тоже наверняка обращали внимание. Такое название есть «вдовий горб». Это когда, ну, вот вы перед вами видите женщину, да, когда вот такое вот в начале, как бы между, ну, в области шеи появляется такое искривление. Вот. И это тоже признак остеопороза. И если у 10% населения уже диагностирован остеопороз, то 20% населения – это имеется такая предболезнь, когда имеется установлена пониженная плотность костей, предболезнь, предостеопороз. А как можно проверить, есть у тебя остеопороз или нет? Практически в каждой платной клинике, ну, по крайней мере, во многих сейчас есть такое исследование, как денситометрия. Она бывает с помощью ультразвуковой аппаратуры и с помощью рентгеновской аппаратуры, когда проверяется плотность ткани, и, собственно говоря, вам врач может поставить диагноз, есть остеопороз или нет остеопороза. Вот. Есть, кстати, и другие, есть просто функциональные такие тесты, позволяющие оценить риски в развитии переломов. И я предлагаю вам попробовать, можно прямо сейчас это сделать, можно после нашей с вами, нашей встречи, это вот встать вот так вот, как эта девушка, раздвинув руки, и пяткой ноги коснуться и держать вот эту вот пятку на области коленки другой ноги и попробовать простоять так не менее 10 секунд. Если человек не может простоять 10 секунд на одной ноге вот в такой позе, то риск перелома, это функциональные пробы, медицинские, клинические, у него увеличивается почти, смотрите, в 9,5 раз. Вот. Если человек не способен самостоятельно пройти более 100 метров, то здесь тоже посмотрите, какие риски. Это все функциональные пробы. Кстати, вот эта же проба, не способна стоять на одной ноге 10 секунд. Если вы увеличите и сделаете ее 20 секунд с закрытыми глазами, то это еще и функциональная проба, насколько высокий риск развития острого нарушения мозгового кровообращения, друзья. Так что тоже проверьте. Ну и опять же хочется сказать, хорошая есть новость, потому что, по идее, можно тренировать все равно свою вот эту вот устойчивость. Ну и, соответственно, если человек будет более устойчив, то, в общем-то, у него меньше шансов будет как-то неудачно упасть. Вот. А почему так часто ломается шейка бедренной кости? Вот просто вот обратите внимание, здесь опять же есть картинка, да, увеличение риска перелома шейки бедра в 12 раз, в 11,5 раз. Посмотрите. Просто вот само анатомическое строение бедра таково, что когда человек падает на боковую поверхность ноги, на бок, то вот как раз ломается шейка бедра. К сожалению, есть вот такое. Поэтому важно не допускать остеопороса, важна профилактика, важна, очень важна профилактика. И наши кости нужно делать крепче. Что делать наши кости крепче? Во-первых, это активный образ жизни, физические нагрузки. Вот мой муж, он как раз, он ортопед-травматолог, профессор, доктор медицинских наук, и он все время говорит, Катя, помни, кость, она как насос. То есть попадает в нее полезные вещества, полезные элементы для ее крепкого, хорошего строения, только в тот момент, когда человек двигается. То есть человек должен двигаться для того, чтобы, собственно говоря, все хорошо в нее попало. То есть должно быть хорошее кровоснабжение. Поэтому обязательно. Но при этом обратите внимание, что не должно быть чрезмерных, изнуряющих физических нагрузок, потому что чрезмерный, изнуряющий такой спорт, он вреден для здоровья, и в том числе, кстати, для костной системы. Во время физической нагрузки, кстати, кости усиленно теряют кальций. Ну и просто принимала подвижный образ жизни, в кость тоже не попадает кальций, другие необходимые ей микроэлементы. Вот кость как насос. Помните об этом. В нее попадает только если все полезные вещества, только если вы двигаетесь. Нет физической нагрузки, это потому что нет обновления костной ткани. Ну и кроме физической нагрузки, очень важно правильное питание с достаточным количеством всех и макро, и микронутриентов. Важны и прогулки на свежем воздухе, и важен дополнительный прием кальция. Напоминаю, что в нашем организме кальций просто не производится. И чем больше потери кальция, тем важнее, соответственно, дополнительный прием кальция. Но тут важно выбрать правильный кальций. И вот хорошая у нас с вами новость, что компания Арифлейм предлагает морской кальций. И это запатентовая технология, которая называется Аквамин. Аквамин – это потрясающий комплекс, который помогает нам с вами быть здоровыми. Вот давайте опять же просто посмотрим. Кальция бывает растая, некоторые добывают его из камня. Но здесь в данном случае, то есть из лесняка, то Аквамин добывается не из камня. Все, что из камня, из лесняк, доломин, все это плохо усваивается в нашем организме. Аквамин добывается из кальцинированной водорослей, который вид называется Литотамниум. Вот, и обратите внимание, что нужно принимать именно растительное происхождение. Не надо есть камни, если хотим быть здоровыми. Комплекс Аквамин – это сертифицированный органический сбор. Обратите внимание. Сырье собирают из таких возобновляемых источников. Кстати, водосль растет. Эти фаза роста у него 50 лет. Эти водосли растут только в экологически чистых водах в побережье Исландии. В грязной воде они просто не произрастают. Эта водосль Литотамниум, она растет 50 лет только в чистых водах. Из этих вод она берет как раз более 70 микроэлементов. И, кстати, состав, так что вот этот состав начинает соответствовать плазме крови человека. Именно это делает ее потрясающе такой биодоступной. То есть Аквамин – это биоактивный кальций. Надо сказать, что не каждый кальций хорошо усваивается. Не каждый кальций одинаково хорошо усваивается. Вот обратите внимание, вот если бы, например, кальций усваивался из камней, то вообще можно было бы что сделать? Можно было бы просто поселиться, я не знаю, в том доме, где идет жесткая вода из-под крана, да, ну и радоваться этому. Конечно же, нет, да это не помогает. Поэтому очень важна биодоступность. И вы часто меня, кстати, спрашивали, как у нас появился кальций в продаже в компании Reflame, какой лучший кальций. И вот как раз ответ на ваш вопрос вот перед вами на этом слайде. Вот источники кальция вы видите, потому что есть разные источники кальция и разные формы кальция. Есть карбонаты, цитраты, малаты, глюконаты. То есть огромное-огромное разнообразие. И усвояемость у всех, собственно говоря, разная. Вот, на слайде вы видите, да, разные источники, разные названия. И вот для того, чтобы выбрать правильные кальции, мы смотрим на именно форму кальция. Надо нам с вами искать только вот такой биодоступный кальций с высокой усвояемостью, как вы понимаете, да. Вот, мы отказываемся, то есть важно каждому человеку, который ищет кальций, отказаться от неорганической, то есть от каменной формы. Вот, сегодня, как говорится, люди сознательно относятся к тому, что едят и пьют. Обычный их карбонат кальция, вот это именно минеральное происхождение, это вот именно неорганическая соль. Витамины в минеральных комплексах, кстати, которые продаются в аптеках, чаще всего используется именно он, это самое такое дешевое сырье. Часто карбонат кальция, который вот именно из весняка или там из доломита, его позиционируют как именно из природных источников. Говорят, там, да, у нас природные источники, из ламит, из весняка, костей животных, раковин, устри, цвичин, скорлупы, там, других природных продуктов. Многие производители уверяют, что это преимущество нашего кальция, потому что он имеет природное происхождение. Но, к сожалению, мы видим, что такой карбонат кальция из минеральных источников, он плохо усваивается, и особенно при низкой кислотности желудка он усваивается еще хуже. То есть, и вот по, опять же, даже их данным, усвоение идет на 17-20% и не более того. Добавка всему, когда мы читаем аннотацию, то мы видим, что вызывает часто метеоризм, запоры, снижает кислотность желудка и так далее. Вот следующий вид кальция мы тут тоже видим, да, это цитрат кальция. Вот он уже лучше. Что здесь? Здесь кальция соединен с лимонной кислотой, поэтому цитрат кальция. Малат, например, сруктовая кислота, получается малат кальция и так далее. То есть, это вот соли такие. То есть, в цитрате это лимонная кислота, соединение соль лимонной кислоты. По данным производителей, биодоступность цитрата кальция высокая, да, 44%, то есть, в общем-то, больше, чем в два раза выше, чем у карбоната. Вот, но часто вот почему считается, что он лучше биодоступен, потому что в жизни часто встречается такая ситуация, особенно когда у человека, там, где-то после 50 лет, когда у него имеется пониженная кислотность желудка, пониженная кислотность. И если так, то, собственно говоря, кальций усваивается очень плохо. Причем считается, что пониженная кислотность отмечается примерно у 40% людей вот после 50 лет, как мужчин, так и женщин. И, соответственно, для того, чтобы усвоился кальций, нужна соляная кислота. Здесь они предлагают как раз цитрат, то есть, лимонную кислоту, для того, чтобы кальций усваивался лучше. Поэтому биодоступность поднимается до 44%. Вот. Ну и какое еще есть, может быть, небольшое здесь полезное свойство, это у цитратов, я имею в виду, то, что они ощелачивают мочу, то есть, таким образом, предупреждают образование камней в почках. Вот. И посмотрите, аквамин. То есть, аквамин – это та форма морского кальция, которую использует компания «Арифлейм». Усвояемость стоит 75-80%. Причем это подтверждено, кстати, именно исследованиями. Вот и перед вами как раз сейчас, я начинаю вам демонстрировать эти исследования. Вот перед вами две диаграммы. Мы видим как раз всасывание кальция и магния из аквамин. Здесь это имитированное условие кишечника инвитро. Вот смотрите, биодоступность морского кальция почти 80%. Причем обратите внимание, это просто морской кальций, аквамин. Здесь еще даже не добавлен витамин D, потому что витамин D тоже помогает усвоению кальция из кишечника. И таким образом, если мы имеем, как у нас в компании «Арифлейм», аквамин морской кальций, да плюс еще витамин D, то биодоступность еще значительно увеличится. Можно сказать, что приближается уже к абсолютной. То есть это явно больше 90% и приближается уже и к 100%. Вот. Так что вот так вот. И также можете посмотреть, здесь вот еще есть диаграмма, которая показывает биодоступность, вот такая сравнительная характеристика, сравнительная диаграмма биодоступности аквамина с карбонатом кальция, вот где вот видите 4 таких столбика. Здесь сравнение с карбонатом кальция минеральным, с трикальцием фосфатом, это молоко, молочные источники молочных продуктов, и плацебо. Что значит плацебо, да? Это то есть пустышка. Вот. И мы видим, что самая лучшая усвояемость, конечно же, у аквамина. Вот такой здесь столбик голубой, я бы даже сказала, бирюзовый. То есть насколько, видите, больше, опять же, 80%. Это очень круто. Вот. Но вы скажете, а как это проверили, да? А как проводили сравнение, чтобы оно в самом деле ему можно было доверять? Вот перед вами можно посмотреть, как же проводили сравнение. Да просто смотрели влияние приема кальция на уровень паратериодного гормона, или по-другому называется паратгормон, или по-другому ПТГ. Вот он. Его обрабатывают паращитовидные железы, которые находятся рядом с щитовидными железами, такие маленькие-маленькие железки. Вот смотрим влияние как раз приема кальция на уровень паратериодного гормона. И здесь, собственно говоря, его определяли в сыворотке крови. То есть понятно, что при низкой концентрации кальция в сыворотке крови организму нужно исправить ситуацию, насытить нашу кровь кальцием. Таким образом активизируется паратотропный гормон. В свою очередь он усиливает вымывание кальция из кости, усиливает обратную реабсорбцию кальция в кишечнике и задерживает выделение кальция с мочой. И мы можем посмотреть. Если, например, мы видим, что уровень парата гормона снизился, то есть он низкий, значит кальций хорошо действует. И вот вы видите, опять же, этот черно-белый столбик – это кальций и плацебо. И уровень паратгормона. То есть при употреблении кальция нашего, морского, мы видим, что паратгормон, соответственно, находится на низком уровне. Вот это очень круто, что как раз есть четкие доказательства того, насколько хороший биодоступный, насколько действует именно аквамин на наш организм, на выработку именно появления кальция, чтобы у нас не было никакого остеопороза. Опять же, обратите внимание, почему он такой биодоступный, почему он такой уникальный по своей биодоступности. Потому что в нем находится 74 микроэлемента. И отношение как раз минералов в море соответствует нашей сыворотке, нашей крови, то есть как в сыворотке в человеческом. То есть абсолютно идеально для нас с вами. Вот эти вот минералы, они называются остеотропными, то есть помогают нашим костям. Они стимулируют и синтез коллагена, потому что это такая сеточка, на которую, собственно говоря, потом уже откладывается кальций, и появляется сама кость, костная структура. Участвуют в формировании вот этого костного матрикса, и это доказано тоже клиническими исследованиями. Вот. Опять же, я понимаю, что в наш морской кальций добавлен еще витамин D. Благодаря вот именно такому двойному действию кальция, витамина D3 и минералов как раз увеличивается минеральная плотность и эластичность костной ткани. И это тоже подтверждено исследованиями, причем наших отечественных авторов, что именно такое сочетание именно морского кальция, кальция и витамина D вот делает наш морской кальций вместе с витамином D от компании Reflame просто идеальным для поддержания здоровья и защиты остеопороза. Вот как раз вот эти вот исследования, о которых я сейчас вам сказала, про остеотропный минерал, который стимулирует синтез коллагену. Вот, ну и здесь мы с вами можем, опять же, посмотреть, да, посмотреть рекомендуемые дозы, рекомендуемые суточные дозы кальция. Это российские клинические рекомендации в данном случае. И это 1000 миллиграмм, но обратите внимание, это вместе с питанием, потому что, ну, 400, 500, 600 миллиграмм вместе с питанием мы, естественно, кальция получаем в сутки. Вот, мы видим, что витамин D – это 600 международных единиц. Есть максимально допустимая дозировка – это 4000 метаболических единиц, это такие уже лечебные дозировки. Напоминаю, что у нас с вами 5 миллиграмм, это, то есть, 200 международных единиц в одной таблеточке нашего морского кальция. То есть, если мы будем принимать две таблеточки, то, соответственно, это будет 400 международных единиц. Вот. Причем обратите внимание, опять же, что в нашем морском кальции вместе с витамином D в компании Reflame, вот есть формы витамина D, опять же, разные. Есть холикальциферол, есть эргокальциферол. И надо сказать, что D2 и D3, да, и вот эта вот как раз форма D3, это, опять же, холикальциферол – это самая лучшая форма именно витамина D, которая лучше всего, опять же, усваивается без всяких побочных действий. Ну, вот вы видите как раз состав перед вами сейчас, да. У нас форма выпуска – это 30 таблеток. В одной таблетке содержится 200 метаболических единиц вот витамина D и 250 миллиграмм кальция в форме именно аквамина, морского кальция из вот водоросля, летотамниума. Ну, наверное, информация была бы неполной, если бы я не показала вам еще независимые исследования аквамина, кстати, которые я нашла на сайте производителя компании Maricot. Они мне очень понравились, очень меня сильно впечатлили. Вот смотрите сами, как аквамин защищает кость. И вообще, кстати, 36 исследований независимых я нашла по поводу аквамина и его благотворного влияния на наш с вами человеческий организм. Вот, смотрите, вот сами здесь, как аквамин защищает наши косточки от пагубного воздействия питания. Как раз плохого такого питания фастфудами, да, с преобладанием жиров и углеводов. То есть на такой наиболее распространенной формы питания в нашем индустриальном обществе, к сожалению. Мы с вами видим, выходим на улицы, видим, что в магазинах, видим, что, собственно говоря, люди очень часто предпочитают съесть. К сожалению, не все соблюдают правильное здоровое питание. И вот перед вами три косточки здесь, да. Мы видим обычную нормальную кость. Первая в данном случае, да. Вот второй в серединке случай. Мы видим здесь и кортикальную, да. И вот внизу трабикулярную, то есть внутреннюю часть кости. Вот. Второй случай – это патологически измененная косточка. Причем, кстати, она изменена. Как вы думали, от чего? От неправильного питания. Вот. И у нее уменьшается и губчатая, утончается кость, и снижается плотность трубчатой кости. Вот. А третий случай, обратите внимание, да. Это как раз случай такого благотворного влияния аквамина на кость даже при сохранении этим дурацким питанием фастфудом. Смотрите, даже при плохом питании все равно состояние кости при употреблении аквамина значительно улучшается. Это очень крутая информация. И я, например, была просто потрясена. Вот. Причем, обратите внимание еще, аквамин очень позитивно влияет на здоровье суставов. Вот это такие параметры, это как уменьшение боли в суставах, скованности в суставах по утрам, увеличение активности человека, улучшение при ходьбе. Причем, обратите внимание, возможность, даже когда человек начинает употреблять аквамин, у него через две недели уже буквально, он на 50% может снизить употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, которые ему приходится постоянно употреблять, если у него проблемы со спалением суставов, то есть остроартрозы, остроартриты. Опять же, вот эти вот изнашивания этих суставов и боли в суставах, это как раз такая очень возрастная проблема чаще всего. Вот, и у большинства людей после 50 лет, ну, начинают суставы очень сильно страдать. И посмотрите, буквально через две недели можно на 50% вместе с нашим аквамином, вместе с нашим морским кальцием снизить употребление доза нестероидных противовоспалительных препаратов. Хочу сказать, что нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибопрофен, аспирин, эндомитоцин и многие другие, да, они же вот достаточно вредные для человека, потому что они очень пагубно влияют и на свертываемость крови, кстати, и образуют часто язвы в желудке, язвы в кишечнике, поэтому длительный прием достаточно такой неприятный, плохой. Поэтому то, что наш аквамин в данном случае так здорово помогает, это просто великолепно. Я в восторге от того, что такие свойства имеются в нашем аквамине, в нашем морском кальции. И вот, кстати, здесь вы видите диаграммы, и вы видите те самые исследования, которые об этом говорят, независимые клинические в данном случае исследования. Что и меня еще потрясло, друзья, это для меня достаточно было неожиданно. Дело в том, что аквамин еще и улучшает качество жизни, он играет важную роль в улучшении состояния пищеварительной системы. Наша пищеварительная система начинает лучше работать. Но в данном случае как действует аквамин? Он действует на наш желудочно-кишечный трактор, можно сказать, как кондиционер для волос. То есть улучшает, уменьшает воспаление, уменьшает образование полипов, регулирует кислотность, улучшает состояние стенок желудка, улучшает состояние печени. Он даже, смотрите, контролирует набор веса. Вы посмотрите, насколько шикарные способности есть у аквамина. Что еще, какие мне понравились, очень впечатлили исследования. Посмотрите, опять же, употребление морского кальция за один час до тренировки и во время тренировки может предотвратить снижение плотности кости, вызванной высокой физической нагрузки у спортсменов, например, и у женщин, которые находятся в таком пост-менопаузе. И это также доказывает независимые клинические исследования. Очень круто, я совершенно просто потрясена вот такими шикарными свойствами. Вот, и еще обратите внимание тоже по поводу аквамина. Дело в том, что аквамин, он получил в 2016 году премию. Он стал победителем номинации «Ингредиент года для здорового старения». То есть это настоящий анти-эйдж, шикарный продукт. Ну и те, как раз его свойства, которые я вам показала, подтвержденные независимыми исследованиями, как раз и говорят, что это просто фантастический продукт, который нужен абсолютно каждому, ну и особенно, например, мне, чему я очень и очень рада. Так что есть чем нам с вами гордиться и есть что предлагать. Ну и в заключение хочу ответить на ваши вопросы. Я посмотрю, конечно, и вопросы, которые вы мне написали, ну и часть вопросов, которые мне задавали в почте и в мессенджерах. Вот, по идее, я по ним уже даже сделала такие ответы, вы можете посмотреть. Спрашивали, если я буду пить молоко и есть молочные продукты, не будет ли, может быть, у меня не будет уже дефицита кальция, и этого будет вполне достаточно. Ну, сегодня уже это проговаривала, да, к сожалению, кальций из молока усваивается плохо, меньше половины. Если вы хотите, чтобы вам кальций усваивался, надо пить его обязательно парным. Я не думаю, что у нас с вами, у шинцева, по крайней мере, есть такая возможность, потому что, к сожалению, все пастеризованные кипяченые продукты переводят в биоактивный кальций, да, такой усвояемый, хорошо усвояемый, малоусвояемый форму. Вот, часто такой вопрос задавался, можно буду я пить более высокую дозировку кальция? Будут ли мои кости крепче? Ну, вот тоже очень интересно, потому что есть разные методики, и если вдруг возникает остеопорост, то, конечно, лечебная дозировка, она выше. Но напоминаю, что лечебную дозировку назначает только врач. Мы с вами занимаемся профилактикой. Наша с вами задача – не допустить самого заболевания. Наша с вами задача – научить человека вести правильный образ жизни, правильно питаться и употреблять те биологически активные добавки, которые помогают его здоровью. Вот, и опять же, оптимальный разовый прием кальция считается не больше 500 мг. То есть как раз две таблетки, да, как рекомендует компания Reflame, одна-две таблетки, не более того. Вот, остальной кальций, если вы его одномоментно примете, он просто не усвоится. Вот, если вдруг дозировки предлагаются врачами больше, то они назначают, соответственно, и когда их нужно употреблять, тогда дозировка просто разбивается на два приема. Вот, еще один вопрос такой достаточно частый. В какое время суток предпочтительнее употреблять кальций? Опять же, исследования считают, что кальций из костей выделяется в ускоренном темпе ночью. Даже, пожалуй, он даже не столько ночью, а ближе к утру. Вот, и поэтому считается, что лучше всего принимать кальций в вечернее время. И это, опять же, кстати, очень хорошо, потому что утром мы с вами принимаем Wellness Pack, да, а вечером, пожалуйста, после ужина мы будем употреблять, кто выбрал для себя здоровый образ жизни, особенно, например, те, кому уже больше 45-50 лет, особенно те, кто занимается физической нагрузкой, спортом, обязательно кальций нужно употреблять. И вот если мы принимаем, соответственно, вечером, то кальций будет препятствовать ускоренному его утрате в период ночного сна, и мы с вами будем здоровы. Еще вот такой вопрос тоже мне задавали, и тоже хочется вам ответить. Нашла специально тоже клинические исследования в медицинском журнале, вот, где отвечалась на это и исследовалась. Может ли постоянный прием кальция привести к мочекаменной, к почекаменной болезни, да, по-разному это называют. То есть когда образуются камни в почках и мочеводящих путях. Так вот, по мнению экспертов, вот эта вот формулировка, кстати, прямо взята из этого медицинского журнала, по мнению экспертов, связи между длительным приемом кальция с пищей или в виде препаратов и повышенным риском нефролитеза, то есть это кучекаменной болезни, не выявлено. В настоящее время нет данных, которые потребовали снизить верхнедопустимый суточный уровень потребления кальция. А вот, вы видите, даже он вообще, если в лечебной дозировке допустимый суточный уровень потребления кальция 2,5 грамма, то есть 2500 миллиграмм. Протективный эффект, то есть защитный эффект кальция, этих препаратов как раз кальция, медицинский активный добавок кальция, обусловлен связыванием им оксалатов и фосфатов в кишечнике, потому что вот оксалаты и фосфаты, в первую очередь, они вот как раз формируют эти вот камни. Кальция потом оседается гораздо позже на оксалаты и фосфаты, на вот эти вот группировки солей, которые начинают такую матрицу формировать для будущих камней. То есть они связывают оксалаты и фосфаты в кишечнике и таким образом предотвращают их избыточную экскрецию выделения с мочой, то, что как раз способствует образованию комплиментов. То есть вы пьете препараты кальция, и вы защищаете себя от мочекаменной болезни. Это очень круто. Также очень часто задавали вопрос, а не будет ли у меня передозировки витамина D и кальция при употреблении комплекса морского кальция вместе с ВЛНСП. Здесь просто можно посмотреть максимальные и рекомендуемые дозы, дозировки, которые суточные. Вот мы видим, что кальций рекомендуется 1500 мг в сутки. Я вам показывала, кстати, как раз эти российские рекомендации, таблица, которая перед этим была, витамин D, рекомендуемая суточная дозировка, 600 единиц, а максимально допустимая вообще 4000. В пеке всего получается 1,1 мг витамина D, это 44 единицы и 175 мг кальция. Так что никакой передозировки быть не может. А вы знаете, еще тоже очень есть интересные исследования по поводу витамина D. В Голландии встретил такой случай, описанный клиницистами. В Голландии была супружеская пара, 90-95 лет, такие пожилые уже товарищи. И они случайно, конечно же по ошибке, принимали какое-то время по 10 тысяч единиц витамина D в сутки. И никаких, собственно говоря, вредных воздействий. На это вы за ними долго следили, так что все было абсолютно нормально. Так что бояться не стоит. И, кстати, по поводу, опять же, витамина D, конечно, он хорошо у нас усваивается и из солнышка, и вырабатывается в нашей коже, но ведь мы с вами моемся постоянно. А слышали вы о том, что если мы с вами начинаем мыться, использовать моющее средство, то же самое мыло, наши пенки, любое моющее средство, то вот если мы помылись, как говорится, раньше, чем через 48 часов, то часть, в общем-то, витамин D образовалась достаточно плохо, то есть не успела образоваться. То есть для того, чтобы витамин D образоваться в нашей коже, по идее, нельзя мыться аж 48 часов. Я думаю, что ни один современный человек в нашем обществе не сможет, не выдержит так долго не выться, тем более, если он находился на солнце. Так что вот так вот, друзья. Я надеюсь, что сегодня все-таки рассказал вам то, о чем вы еще не знали. И это эти факты и эти исследования помогут вам в продвижении нашего потрясающего продукта, потому что он абсолютно шикарный наш комплекс с морским кальцием и витамином D от компании Арифлейм. Вот. Ну что, я сейчас посмотрю ваши вопросы, какие вы задавали. Вы можете, кстати, может быть, продублировать, если какой-то очень важный вопрос. Вот. Можно ли наш кальций детям? У детей другие дозировки. Давайте будем смотреть то, что предлагается на самой инструкции. И все-таки рекомендуется именно с 18 лет и дальше. То есть с 18. Да, вам уже тут ответили. Спасибо. Азалия, она уже отвечает активно. Спасибо. Можно принимать морской кальций после операции костей, ноги. Будет ли его достаточно для быстрого восстановления? Какими продуктами следует и не следует сочетать прием кальция? Смотрите, все-таки давайте тоже договоримся. Когда имеются какие-либо заболевания, то здесь, кстати, и препараты кальция после переломов тоже ведь разные. Есть очень много препаратов. Причем, кстати, к сожалению, у многих у них есть и побочные действия. Но все-таки если есть заболевания, у вас есть лечащий доктор, который лучше всего ответит вам на ваш вопрос. Потому что у него в руках есть и ваша история болезни, ваши анализы, он знает вас очень хорошо, у вас и ваше заболевание. Поэтому даже питание, обратите внимание, когда если человек ложится в больницу, ложится в санаторий, не управляется какое-то заболевание, то всегда кроме лечебного, кроме препаратов медицинских, кроме таблеток, всегда назначается именно диета. То есть режим питания и именно диета, разные столицы. То есть первый, второй, десятый, пятый и так далее, восьмой стол, седьмой стол. То есть разные диеты. Поэтому наше питание – это тоже лечение своего рода. Поэтому лучше всего все-таки, еще раз хочу сказать, пожалуйста, спрашивайте, советуйте со своими докторами. Причем вчера я встречалась со своей подружкой, которая работает в поликлинике, заведующей терапевтическим отделением, и она сказала о том, что я почему-то пропустила это, не видела, что сейчас Медведев выступил, что в нашей России, в нашей стране должна быть стопроцентной диспансеризации. То есть сейчас наша страна очень пристальное внимание, наше правительство уделяет именно профилактике. Поэтому если вы часто говорите о том, что врачи не хотят смотреть, читать и рекомендовать биологически активные добавки и правильное питание, что сейчас все-таки ситуация кардинально меняется в этом плане, и вся наша государственная политика направлена на профилактику. Раньше, да, раньше врачи только лечили, а профилактической работой занимались сами люди. Сейчас все-таки врачей уже, собственно говоря, заставляют больше внимания взять профилактики. Поэтому я думаю, что в любом случае они будут тоже изучать и советовать вам, что нужно делать. В общем, по крайней мере, не мешать вам вести правильный образ жизни, правильно питаться и использовать биологически активные добавки. Потому что во всех цивилизованных странах прекрасно понимают, что без биологически активных добавок жить невозможно в современном индустриальном обществе. Вот, что еще стандарт GMP на кальций есть. Но, насколько я понимаю, что… Надо, конечно, проверить еще раз. Насколько я понимаю, что производитель тот же, что и Wellness Pack. И если есть… Так как GMP дается стандарт именно производству, значит, собственно говоря, есть. Производится в Англии морской наш кальций, там же, где и Wellness Pack. Можно ли принимать кальций с гипертириозом щитовидной железы? Кстати, тоже обратите внимание, все-таки, да, что, опять, если есть заболевания, у кого есть заболевания щитовидной железы, мы же с вами говорили о том, что пара щитовидной железы, да, они практически вместе с щитовидной железой работают, влияют на усвоение кальция. Поэтому я все-таки рекомендую вам посоветоваться с вашим лечащим врачом. Вот. Ну что ж, людям с сахарным диабетом, да, можно. Проблем, противопоказаний в данном случае нет. Опять же, это макроэлемент, поэтому здесь противопоказаний как таковых, если нет каких-то тяжелых заболеваний, просто быть не может. Это то, что нужно нам каждый день, это то, что нужно нам для здоровья. Это тот элемент, который участвует в 126 реакциях и процессах нашего организма. Ну что ж, друзья, вы можете написать также вопросы свои дальше мне в личку, в Телеграм, я буду с удовольствием отвечать. Вот, ну, по поводу, опять же, заболеваний, давайте говоримся так. Если есть какое-то заболевание, то вы знаете, куда идти к своему лечащим врачу. А мы с вами должны не допустить заболеваний, вовремя всё вести правильный образ жизни и не допускать заболеваний, быть просто здоровыми. Поэтому я желаю вам здоровья, успехов, хорошего закрытия каталога и всего самого-самого наилучшего. Дарите людям здоровья. Ну что ж, пока! Пока!